Дегенеративным назвал нынешнее покорение западных политиков заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Такую критическую оценку они заслуживают, поскольку совершенно не дают себе отчет в своих действиях. По его словам, многие политики из западных стран не понимают, что они творят и к чему призывают. А также все время забывают о том, что Москва готова принять жесткие ответные меры в случае, если провокации с их страной зайдут слишком далеко. Это все цитаты. При этом замглавы Совбеза отметил, что здравый смысл в головах некоторых политиков еще сохранился. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий также считает, что на Западе заметно просветление. Цензурировать можно газеты, журналы, печатные, таким образом электронные СМИ. То, что в умах людей, цензурировать сложнее. Хотя пропаганда, которую мы отстегнули за ненадобностью и контрпропаганда в 90-е годы и совершили ошибку, это, конечно, действенные инструменты воздействия на человеческое сознание. И мы видим сейчас на примере наших четырех новых регионов, там ни Крым и ни Севастополь. Там в умах людей достаточно сложные процессы. И поэтому нам надо быть там с ними. Нам надо понимать, что все, что знаково будет происходить в России в ближайшие годы, будет происходить там. Хотим мы этого или не хотим. У нас уже нет какой-то одной прозападной точки зрения, которой, видимо, вы опасаетесь и, наверное, правильно. У нас, если посмотреть на Европу год назад, которая дрожала от ненависти к нам, и Европу сейчас, мы видим, что масса политических и общественных деятелей, парламенты поворачиваются потихоньку в сторону здравого смысла. Да, еще есть определенные проблемы с Германией, которая всегда была площадкой выражения интересов США в Европе. Это исторически так, но в той же Германии уже члены Бундестага, и зеленая, и альтернатива для Германии, и многие из ХДС, ХСС уже публикуют совершенно другие статьи, и статьи эти не цензурируются. Это невозможно удержать в большом масштабе. Конечно, эти люди создают проблемы себе, но здравый смысл – это очень сильный возвратный механизм. К реалиям и многие западные политики пока еще не в Польше, пока еще не в странах Балтии, но во многих европейских странах к здравому смыслу возвращаются. А чего надо опасаться? Опасаться надо фальсификацией истории 20-го столетия, в том числе истории самой кровопролитной войны в истории человеческой. На Центральном военном кладбище Варшавы и во многих воеводствах, в большинстве воеводств, к сожалению, не осталось захоронений наших с вами отцов и дедов, которых полегло 600 тысяч за освобождение Польши от коричневой чумы. Благодаря им сегодняшнее поколение поляков пришло в этот мир, в том числе политики, которые совершили эти совершенно, по-другому не скажешь, нет другого эпитета, чудовищное действие. В учебниках и для высшей, и для средней школы в Польше, равно как и в странах Балтии и в некоторых других странах, прежде всего европейских, нет ключевой роли рабочей крестьянской Красной Армии и советского народа-освободителя. Там совсем другие приводятся тезисы по победе во Второй мировой войне. А участие Советского Союза, наоборот, на этом ставятся различные кляксы. Сначала выдумываются, потом перекочевывают на страницы учебников. Поэтому наша задача в общении, прежде всего, между прекрасной нашей молодежью, которой мы гордимся, которые лучше нас, которые идут вслед за нами, это вы. И Дегория, в том числе, прекрасная площадка для общения с аналогичными форумами за рубежом. Нам в течение ближайших лет надо победить попытки фальсификации истории. Минобороны нужно позволить игнорировать процедуру госзакупок для нужд СВО. С такой инициативой накануне выступил заместитель председателя Думского комитета по экономической политике Станислав Наумов. Он отметил, что процесс приобретения нужных бойцам товаров у одного поставщика ускорит обеспечение участников специальной военной операции всем необходимым. Мы получили очень много запросов со стороны участников специальной военной операции относительно скорости обеспечения тылового и разного рода необходимыми для эффективной деятельности в рамках специальной военной операции. Минобороны до сих пор, в отличие от других силовых структур, руководствовалась достаточно сложной процедурой государственных закупок по 44-му федеральному закону. Этим объясняется, с нашей точки зрения, слишком большой разрыв по времени между запросом со стороны участников СВО и оформлением соответствующих товарных поставок. Мы решили на период специальной военной операции сделать исключение из процедуры конкурсных закупок и дать возможность структурам Министерства обороны закупать необходимые для бойцов специальной военной операции товары у единственных поставщиков. Конечно же, мы будем строго контролировать и качество этих товаров, и цену, по которым они будут приобретаться. Никто не ограничивает наших участников специальной военной операции ни в ассортименте, ни в количестве. Важно, чтобы это было сделано вовремя и тем самым работало на нашу общую победу. Плечом к плечу мы добьемся успеха в специальной военной операции, как на фронте, так и в тылу. И мы призываем всех поставщиков, участников закупок у Министерства обороны обратить внимание как на качество, так и на отпускную цену любой своей продукции. К другим темам. Накануне в Государственной Думе с отчетом выступил глава российского Минздрава Михаил Мурашко. Министр рассказал, что несмотря на существующие вызовы, удалось сохранить финансово устойчивость системы здравоохранения. В ЛДПР согласились. Дополнительной нагрузкой на Минздрав легла специальная военная операция и антироссийские санкции. Но несмотря на это, министерство профессионально справилось с трудностями. Важный вопрос развития системы здравоохранения в нашей стране. Будет с докладом выступать министр. Вчера мы около 9 часов закончили собрание фракции с его участием. Было очень много заданных вопросов. Вопросы остаются, вопросы будут заданы и сегодня. В целом мы понимаем, в каких условиях работает министерство. Новый министр, когда был назначен, началась эпидемия. Это серьезная была проверка для всей системы здравоохранения. Потом СВО, это тоже дополнительная нагрузка. И сейчас посмотреть, какое количество раненых, какое количество людей с инвалидностью, которые требуют серьезной поддержки. И до этого на системе здравоохранения было очень много вопросов. Кадровый голод, отсутствие необходимого финансирования для того, чтобы осуществлять косметический ремонт, капитальный ремонт учреждений здравоохранения, покупать новое оборудование. Просто безобразно себя ведут финансовые присоски в виде страховых компаний, которые только в прошлом году удержали 4 миллиарда рублей в виде штрафов, не выплатив их учреждениям системы здравоохранения. То есть пострадали все мы с вами из-за их деятельности. Эти деньги не дошли до учреждений. То есть они не позволили приобрести новое оборудование, не позволили приобрести новые медикаменты. Не дали возможность врачей простимулировать, что тоже повлияло на качество их жизни. Поэтому мы эти вопросы ставим. Я напомню, наша принципиальная позиция. Мы за то, чтобы перейти на прямое государственное финансирование и за отказ от системы страховой медицины. Вопросы, связанные с льготным обеспечением лекарственными средствами. Есть проблемы. То рецепты не того образца, то препараты в аптечной сети есть. Тем, кто определяет рецепты, их не выдают по надуманным причинам. Отсутствуют в принципе лекарственные препараты. Приходится чуть ли не просроченными лечиться. Вопросы, связанные с выделением дополнительных средств в виде субсидий из федерального бюджета для того, чтобы проводить ремонт. Вот, например, в Ненецком округе требуется ремонт туберкулезного диспансера. В деревянном доме с 43-го года находится туберкулезный диспансер. Это, конечно, необходимо все устранять. И по всей стране такие проблемы есть. Мы предложили ввести систему распределения в медицинских вузах для того, чтобы решать кадровый вопрос в российской глубинке. У нас с кадрами нет проблем в Москве, нет проблем в Петербурге. А на селе держится система здравоохранения за счет старых кадров, за счет тех, кто уже на пенсии. И вчера правильно министр поставил вопрос, что пенсионеры-медики, они говорят о том, что у них пенсия не индексируется. И просят хотя бы для их категории произвести индексацию пенсии как работающим пенсионерам. Хотя мы считаем, что надо всем индексировать пенсию работающим пенсионерам, для того, чтобы они могли работать, получать заработанную пенсию, получать заработную плату. При этом работодатель за них платит взносы в социальные фонды и у них удерживается еще подоходный налог. Особое внимание на правительственном часе уделили вопросам кадровой ситуации в медицине. Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что 75% абитуриентов поступают по целевым направлениям. По программам ординатуры этот показатель составляет практически 100%. За счет госпрограмм поддержки, в частности, земский доктор, закрываются потребности в медперсонале в небольших районных центрах. Несмотря на то, что пандемия коронавирусной инфекции пошла на спад, появились новые вызовы. Это и специальные военные операции, и беспрецедентные санкции, которые были со стороны недружественных стран. Министерство профессионально справилось с этими вызовами и в реальном режиме времени перестраивало работу отрасли, исходя из того бюджета, который был определён федеральным законом на 2022 год. Конечно, во многом его надо увеличивать, безусловно. В своём докладе министр подробно рассказал о достигнутых успехах и о планах работы министерства. Но есть и проблемы, которые хотелось бы от лица фракции озвучить. Безусловно, все говорят о кадровом вопросе, он становится всё острее. Те меры, которые предпринимаются правительством и регионами, позволяют лишь затормозить ту ситуацию, которая сейчас развивается. Тот кадровый голод, который мы все наблюдаем. Мы в ЛДПР продолжаем настаивать на обязательном распределении выпускников вузов, которые обучались за государственные счёты. Предлагаем направлять их на пять лет в те лечебные учреждения, которые крайне нуждаются в кадровом обеспечении. Кстати, для сведения, до 30% врачей-пенсионеров не возвращаются в специальность после вынужденного увольнения для пересчёта пенсии. Это вопрос к индексации пенсии рабочим пенсионерам. То есть 30% не возвращается. Поэтому, конечно, нужно нам подумать о том, чтобы наконец решить раз и навсегда вопрос по индексации пенсии рабочим пенсионерам. ЛДПР не агрократа выступала с этой инициативой. Если не можем для всех пенсионеров, давайте подумаем хотя бы для врачей и педагогов. Такая же проблема есть и в образовании. К этому часу у меня все новости. Спасибо, что остаётесь с нами. Больше новостей смотрите на наших Ютуб и Рутуб-каналах, а также в Телеграм-канале ЛДПР-ТВ. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова